Данила, всем привет! Альбина Абакан, добрый вечер! Как думаете, бодные деревья уже подмерзли из-за резко начавшегося мороза и сильного ледяного ветра, прошедшегося в начале декабря. Понимаете, Альбина, все деревья как люди, они все разные. У них есть индивидуальное здоровье, видовое здоровье, сортовое здоровье, так что я не думаю, я буду ждать результата, посмотрим. Самое страшное, когда лет 10 назад к нам пришла эпидемия, не рака, нет его, зря на грибы свалили плечи. Бактериальная болезнь, сотни-три деревьев на момент там погибли, правда никто и ухом не повел, не рыл им, к сожалению, так. Вот, первые сотни тысячи погибли те, которые были из коричневой обрезки. Есть раны, естественно, деревья с ними справляются только так, поэтому возьмем два дерева. Одно, по всем правилам, как ты, помните, называл это в том самом видео, классика обрезка на кольцо, это классика. Вот, господи, какие люди невежественные учат нас. Вот, из этой классики они погибли, именно яблони. Не коснулись ни груш, ни абрикос, ни вишен, ни слив. Яблони самые, казалось бы, крепкие. Вот, это была болезнь против них направлена. Я долго наблюдал, несколько лет, пока уничтожались деревья сами. А деревьев, которые не трогали люди, было гораздо меньше. Они сейчас живы. Вот, причем морозобои на них были, есть и будут. Морозобои на них не убили. Просто накладка получилась. Эпидемия, бактериальная болезнь и больные деревья. Ну, как я отвечу, вы в Абакане живете. Вот, я сто процентов уверен, в Абакане никто выводы не сделал. Не делал и не сделал. Последнее мое посещение Абакана позапрошлый год. Вдруг устраивает фестиваль по садоводству, и меня приглашает прочитать лекцию. Я приготовился. Вот, я набрал несколько сотен фотографий. Ну, здесь флешка, специальная флешка, лекция моя. Несколько сотен фотографий. В основном, обвинительных. Ну, вот таких вот, в основном. Поняли? Обвинительных. Обвинял человеческую вот эту вот неграмотность. Вот это вот традиции идиотские. Вот. И пришла пора. Первый выступил министр, то ли сельского хозяйства, то ли, я забыл, дорожное строительство. Вопрос задавали. Вот. Зал, народ. Все-таки это было Абакана, все-таки столица садовая. Садовая. Все-таки это было фестиваль. Вот. А я говорил, я приеду. А меня позвали, не просто так, меня позвали как звезду, как это, как авторитета. Я приеду. Телевидение будет? Да, будет, будет. Снимать будут? Да, будут. Я выхожу на трибуну. Значит, флешку вставляет, эту самую флешку. Там был специальный оператор сидел. А передо мной большой экран. Прямо на этом, на сцене. Ну, вот. Пока, значит, этот подбирал фотографии для меня. Телевидение свернуло свои кабеля и выехало. Вот. А по Абакану, говорит, давал этот самый рак. Я потом спросил этого. Чего же телевидение? Вы же сказали, что я буду выступать, меня увидят это. Красноярцы увидят, Абаканцы увидят, Минусинцы увидят. А что вы хотите? Они сказали, пожалуйста. Пять тысяч минута. Снимем. А у меня, говорит, организатор, у меня таких денег нет. Организатор этого фестиваля Абаканского. Клуба железнодорожников. Там было. Вот и все. И не узнал народ ничего про это. Про то, что нельзя деревья трогать. Особенно нельзя колечить деревья, когда болезнь, она и так уже пришла. Представьте, человек умирает там, допустим, от коронавируса. Тяжелая форма гриппа. Вот. От диабета умирает. А ему пальцы отрезают. На руках, на ногах. По локтям отрезают. Представили? А в Абакане, Минусинске, Садогольске, как резали до этого, до эпидемии, так и продолжали резать, пока не уничтожили практически все яблони. Вот такой ответ мой. А вы спрашиваете, больные деревья? Не больные, а искалеченные деревья. Исправляем. Валерий Костеевич, вы думаете, искалеченные деревья уже подмерзли? Если вот исправить, больные на искалеченные деревья, конечно, подмерзли. Идем дальше. Так, брат Железов, здравствуйте. Пилипенко, добрый вечер. Крапивин Сергей. Пирожский край. Минус 8. Ну, это Африка. Комсомоль, Самури, здравия. Снегирев, Тверь. Доброго времени, шуток. Казачинская, приветствует. Сергей Кузнецов. Казахстан всегда на месте. Да, Леонид. Хоть бы раз пропустил. Наталья, добрый вечер. И Вера, добрый вечер. Леонид Десногор, добрый вечер. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, отличных урожая в Новом году. У Африка, 70 новых вебинаров. А куда мне деваться-то теперь? Я сказал, я буду в Бавидаре проводить до последнего дня. У меня две, это, первая мечта, а вторая умереть в саду. Прямо вот идти, идти, и лечь и не устать. Не боюсь смерти, свое прожил. Вот, план выполнил. Сейчас перевыполняю. Вот, и никаких этих самых типовых. Пожить бы подольше на каких-то там этих самых приборах не надо. Так что, новых вебинаров спасибо, что пожелали. Значит, вы пожелали мне еще несколько лет жизни. Вот за это вам я не спасибо. Рустем Афидо Федосеево, здравия. Рустем с наступающим. Здоровья, счастья, успехов. Спасибо, Рустем, вам тоже. Свинин, привет. В шестах. Благородие, пресветание. Колодина. Всем новых наблюдений, новых садовых чудес, отличной погоды, замечательных урожаев. Ой, я боюсь, следующий год. Кримы-то раскачиваются. Так что, ваши пожелания очень кстати. Спасибо. Бухтияров. Всех садоводов поздравляют. Спасибо. Дмитрий, здравствуйте. Просьба благодарить, какие ваши яблони длительного хранения. Уже было, а сейчас не зайду. А, это просто начинаем с сащения, кончаем с зимними. Значит, этот самый апартам Матинский, апарт Крово-Красный, Жигулевская. Достаточно зимним является является Бельфер Китайка. Так, достаточно зимним является Розумарин. Видели? Почти снег, а яблоки висят. Потом, поздне-зимние, это Пепель Шафранный, это Синап Северный, Синап Орловский. Отвели между ними как-то. Так, Дмитрий. А, всё ответил. Тимофеева. Ну-ка, самое длинное письмо. Валерий Константинович. Меня не отпускает проблему грудовых вод высоких. Я посадил абрикосы сервей, как положено, на холмы, на самое высокое место. Здорово. Год росли хорошо. Дали приросты. Получается, 8 сантиметров. 1,3 на Королевско. Думаю, мне посадить ещё абрикосы. Хе-хе-хе. Сделать большую яму, засыпать гравием, щебёнкой сантиметра на 15. Как длинное. Затем засыпать грунтом или насыпать холм, посадить абрикосы. Будет ли толк? Уйдёт ли меньше воды доходить до корней? Насколько корней абрикосы уходят в губ? Знаете, я всегда прикалываюсь. Есть такой человек, он мне ненавидит, тут я ненавистью. У него мало просмотра, он никакой роли не играет. Он, так сказать, от Сахии такой, знаете, в шапке, в шанге такой. Он не просто взялся учить людей. До воды пишет, рассказывает. Восемь сантиметров, это вообще наш вопрос. Восемь сантиметров до воды. Представь себе, сколько это. Он выкопал эту яму до воды, он, значит, туда, около этого туда. Ой, чё только там не было. Всё, что за все годы болело в голову этим специалистам, всё там. Я просто больше повторяюсь, чтобы плохому не учить. И всё туда, 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 туда. А потом, сверху он садит дерево, и он решает, считается, что он изолировал от воды. Вот так же, как вы. Поверьте, это страшное заблуждение. Гниёт не так. Когда, вот так как он насыпал огромное количество всего, он действительно практически перекрыл в воде, дорогу, чисто вот если взять, посмотреть на дно. Ну, например, это вот, вот так, там у него получалось где-то 80 на 80 на 80. Так. И получается вот такое вот площадь дна. И это всё перекрыл. Слой, 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 слой. Там битый кирпич, там этот самый, листовое железо, там этот самый, как он называется этот, шифер, большие куски. То есть, вроде бы перекрыл. Но, во-первых, всё равно вода просочится, всё равно, это уже точно, это же не это. Не бочка, которая может дно полностью, если бы он взял, бочки бы посадил. А так не бывает. Ещё с бахом уже. И вот получается, смотрите, наводнение там, как бывает там, проливные дожди. Так у него 80 на воде, а допустим 60. Согласитесь, что, несмотря на длина, всё равно зальёт. 60, значит, 20, всё равно ставить в воде. Ничего вы с этим не сделаете. С боков-то он не изолирован, только просто от стенки. Через стенку посвечится вода, и сегодня начнёт подниматься. Раз. Второе, ещё страшнее. Сверху падает вода. Нормальная почва, которую не трогают, а есть такое понятие, как... Сейчас, сейчас, сейчас. Короче, почва должна быть аэрированная. То есть, по ней спокойно проходит и вода, спокойно проходит и кислород. Во время дождей одно понятно, когда сохнет, другое понятно. Ну, что непонятно-то? И вот человек делает искусственную преграду. У него получился колодец с небольшой... с довольно простыми стенками. А всё, что сюда засыпал потом, это всё рыхлое, это всё полистое, да? Всё, что он потом дальше засыпал. А теперь, то сам себе пойдёт дождь. Что превратится в этой части, уже не снизу поступит, он, надеется, не поступит, или как вы, надеетесь, что не поступит вода, а сверху падает дождь, а тут всего-то. Он же не изолирует, он всё не делает, как вот, знаете, как колодцы делают вот эти вот крыши. Вот же так надсаженцы в них и делают. То есть, вся вода, которая будет попадать, она будет проникать на эти крышалки 78 сантиметров, достаточно полутицового дождя. Дальше останавливается, аэрации-то нет, и гниёт. Вот мой ответ. А когда я всё это объяснил, я заработал такую ненавистную, что меня спасает только то, что у меня просмотров мало. Такую злобную ненависть у кого-то вызвал. Это просто удивительно. Никто не хочет выглядеть дураком, но я же не называл его дураком, просто беседу в ошибке.